Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим об одной интересной, но непростой задаче, которую нам предложила решить Екатерина Малиева. И условие этой задачи звучит так. Рассмотрим точку, которая движется по окружности из состояния покоя. Причем эта точка движется так, что ее модуль ее ускорения все время остается постоянным. И надо определить угол, на который повернется точка, когда она достигнет своей максимальной скорости. А теперь давайте разберемся, к чему приводит требование постоянства модуля ускорения. Ну, в начальный момент скорость точки еще равна нулю, она не успела разогнаться, ну а следовательно ее центростремительное ускорение тоже равно нулю, потому что оно равно v квадрат делить на r. И стало быть в начальный момент вектор ускорения направлен по касательной к окружности. А когда точка уже повернется на некоторый угол, она успеет разогнаться, теперь ее скорость не нулевая, и у нее есть некоторое центростремительное ускорение. Ну, стало быть, ее касательное ускорение уже уменьшилось так, чтобы модуль ускорения остался постоянным. Ну и дальше, чем сильнее разгоняется точка, тем больше центростремительное ускорение и тем меньше касательное ускорение. И в какой-то момент это касательное ускорение станет равным нулю, вектор ускорения будет направлен по радиусу, ну и в этот момент, очевидно, и будет достигнута наибольшая скорость точки. А нас спрашивают, на какой угол повернется в этот момент точка по отношению к своему начальному положению. А теперь приступим к решению. И выразим касательное и центростремительное ускорение двумя способами. Первый способ. Центростремительное ускорение равняется а умножить на синус альфа. Ну и, соответственно, касательное ускорение равно а умножить на косинус альфа. А с другой стороны, центростремительное ускорение – это квадрат скорости делить на радиус окружности. Ну и, соответственно, касательное ускорение – это производная скорости по времени, которую мы запишем как V'. А теперь посмотрите. Во втором выражении у нас стоит производная скорости V'. И поэтому давайте продифференцируем по времени и первое выражение. Значит, производная центростремительного ускорения будет равна а – это величина постоянная, а производная синус – это косинус альфа. Ну и надо умножить его еще на альфа штрих. И опять мы видим замечательную вещь. А косинус альфа – это просто V'. А с другой стороны, мы можем продифференцировать вторую часть первого выражения. Производная альфа штрих – это 2V делить на R. Перенесем формулу, чтобы было где писать. И внимательно посмотрим на нее, что такое V делить на R. А это угловая скорость точки омега. Ну и эта угловая скорость, в свою очередь, равна производной угла поворота φ по времени. И у нас получилось, что скорость роста угла альфа в два раза больше скорости роста угла φ. Ну а поскольку в начальный момент времени и угол альфа, и угол φ были равны нулю, то значит попросту альфа равно 2 φ. Ну и вот это соотношение между углами альфа и φ и является ключом к решению задачи. Когда вектор ускорения разворачивается на 90 градусов по отношению к касательной, скорость достигает максимального значения. Ну а соответственно угол φ в этот момент в два раза меньше и составляет 45 градусов. Ну и тем самым исходную задачу мы решили. Но у меня остается еще один вопрос. А как же движение точки будет происходить дальше? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе! Субтитры сделал DimaTorzok